Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, уважаемые телезрители! В пятницу завершается рабочая неделя, а свою работу на канале «Россия» продолжает ГТРК «Крачаево-Черкесия». Сегодня в нашей программе речь пойдет о новом проекте, который реализуется в Крачаево-Черкесии. Он направлен на оказание психологической, юридической и педагогической помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Об этом далее в нашей программе, сразу после прогноза погоды. В Крачаево-Черкесии местами небольшие осадки. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, в горах порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2-7, в горах местами минус 3-2, днём плюс 12-17, в горах местами плюс 3-8 градусов. В Черкесии без существенных осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4-6, днём плюс 14-16 градусов. Спешите только до 27 ноября в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Итак, дорогие друзья, мы продолжаем телевизионное утро пятницы. И сейчас хочется отметить, что Крачаево-Черкесия вошла в ряд регионов, в которых начинает реализовываться проект, направленный на оказание помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, детям, которые в эти дни, в эти моменты, в эти месяцы вывозятся из зон боевых действий. Надо сказать, что проект был разработан при поддержке Уполномоченного по правам ребёнка Российской Федерации, при поддержке Министерства туда и социального развития Крачаева-Черкесии. И сегодня я с большим удовольствием приглашаю к разговору специалистов Революционного центра «Надежда». Это психологи Амината Джебекова, Олеся Ахренменко. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вам спасибо огромное за то, что вы нашли время, пришли к нам в студию, потому что разговор очень серьёзный и актуальный на сегодняшний день. Итак, Крачаева-Черкесия включилась в реализацию очень важного на этот день проекта. И для начала, сколько сегодня детей в Крачаевой-Черкесии, которые были вывезены из зон боевых действий? Этот проект реализуется с июня месяца этого года, рассчитан на один год. В данный момент времени в нашем центре «Надежда» получают услуги две семьи и двое детей, вернувшихся из зон боевых действий. Сколько психологов привлечено к этой работе? И нужна ли этим психологам помощь в плане переподготовки, дополнительного образования? Или они справляются тем багажом, который у них есть? В проекте принимают участие девять психологов. Они все являются работниками нашего центра. Они прошли полную подготовку для работы в этом проекте. Они обучались в Краснодаре. До этого мы составляли алгоритм действий именно по работе с подобными детьми, с подобными жизненными ситуациями онлайн, связавшись с Москвой. Центр «Надежда» уже, слава богу, третий десяток. Да, 24 года зимой будет в этом году, как существует наш Центр «Надежда». И опыт работы тоже очень большой. Колоссальный, я бы даже сказала. И, наверное, сейчас вы получаете другой несколько опыт. Потому что вы же работаете в четырех направлениях или в пяти? В четырех направлениях мы работаем. Это четыре жизненные ситуации, с которыми может столкнуться человек, либо семья с детьми. Первая жизненная ситуация – это утрата родителей, развод родителей. Утрата либо одного родителя, либо двух. Дальше. Вторая жизненная ситуация – это жестокое обращение. Третья жизненная ситуация – это острый стресс и перенесенные психотравмы вследствие различных катастроф. И четвертая жизненная ситуация – это дети и семья, возвращенные из зон боевых действий. Ну, наверное, как раз-таки четвертая ситуация для вас – это что-то новое. Что-то новое, да. Поэтому и пришлось получать какой-то, принимать у кого-то опыт в плане работы. Ну, это новый опыт не только для нашего региона и для других регионов. Поэтому перед началом проекта и организовывалась фокус-группа, которая разрабатывала новый подход, новый алгоритм к оказанию услуг именно для семей, детей, возвращенных из зона боевых действий. Вот так вот, не хвастаясь очень, но скажите, результаты вашего труда, они видны вот за вот столько лет? Результаты нашего труда, конечно, видны за столько лет в работе в Центре. А именно по проекту каких-то глобальных результатов ожидать еще рано, потому что недостаточно времени еще прошло для того, чтобы пожинать уже плоды. Сейчас, на данный момент, идет у нас полная диагностика этих семей. Мы работаем не только с детьми, но и с семьями тоже. Мы приглашаем их на различные мероприятия, проводимые в нашем Центре. Либо, если какие-то там досуговые мероприятия, эти дети тоже привлекаются обязательно. Если же там выезды куда-нибудь, там в кино или куда-то в какие-то развлекательные центры, эти дети обязательно ездят с нашими детьми, с детьми Центра. Стараемся проводить плодотворную работу, так как это, как уже сказали, не только для нас новый опыт, но и для многих регионов. Проект подразумевает не только психологическую помощь, а подразумевается еще педагогическая помощь, юридическая помощь, социально-педагогическая помощь, медицинская помощь. Естественно, что это все учитывается и включено в работу с семьей. Работа происходит комплексно, то есть не только психолог принимает участие. Ну, сказать, что, слава богу, что не такое количество семей и ребятишек прибыло к нам в республику, это, в общем-то, наверное, будет неправильно. Мы готовы принять и большее количество детей, нуждающихся в помощи, в защите. Но, тем не менее, какого рода проблемы сегодня у них существуют? Вот, в семьях, непосредственно у детей. На данный момент семья столкнулась с такой проблемой, что ребенок, который посещает школу, сейчас он проходит период адаптации и испытывает некие сложности в адаптации в школе. Поэтому сейчас мы работаем с этой семьей более углубленно, с матерью этого ребенка. Он сильно привязан к матери. По словам матери, она 8 месяцев вообще безотрывно проводила время со своим ребенком. И поэтому он сейчас немножечко тяжело переносит тот факт, что он полдня проводит в школе время. Тем более, там новые дети, незнакомые ему, новый город, новая школа, новые учителя. И он потихонечку адаптируется с помощью психолога к новым условиям жизни. Скажите, пожалуйста, в рамках реализации проекта что-то поменялось в вашем центре? Я имею в виду в помещении. Что-то добавилось, убавилось? О каком-то оборудовании новое получили? В рамках проекта у нас в центре оборудовали нашу релаксационную комнату. Оснастили всем необходимым оборудованием для работы психолога. Это огромный помощник для нас, для психологов, для работы не только с детьми, но и с родителями. Для того, чтобы снять психоэмоциональное напряжение, мышечное расслабление. Да и вообще оказать полную психологическую помощь семьям, нуждающимся в нашей работе. То есть взрослому в рамках проекта найдется место помощи психологов или он все-таки ориентирован на детей? Нет, не только на детей. Мы работаем как с детьми, так и со взрослыми. В работе мы применяем такие методы, как арт-терапия, аутогенная тренировка. Если это касается детей, это может быть сказкотерапия, это может быть видеотерапия. Методов очень много. Это все зависит именно от проблемы ребенка, с чем нужно работать. После того, как психолог проведет полную диагностику, выявит проблемы и причины обращения в центр, тогда уже разрабатывается индивидуальная программа для работы с данным ребенком, с семьей, либо со взрослым. У проекта есть спонсоры? Спонсоров у проекта нет, но наш центр «Надежда» тоже внес свой вклад для реализации данного проекта. При поддержке, ну, фонд, естественно, при поддержке Министерства труда и социального развития. Аминут, как вам кажется, за этот год, который вам предстоит еще пережить, что может измениться? Я думаю, что изменится психоэмоциональное состояние семей, которые к нам обратились, получат всю необходимую квалифицированную помощь семье и дети. Также уменьшится количество семей с разводами. Что может еще измениться? Может быть, и общество поменяет свое отношение? Может быть, и общество поменяет свое мировоззрение на методы воспитания детей, на взаимоотношения с людьми в обществе. Ну, хочется, по крайней мере, на это очень надеяться. И вот есть какие-то ограничения по численности тех ребятишек, взрослых, которые могут к вам обратиться? Или вы готовы принять любое количество посетителей вашего центра, тех, кто обращается к вам? Ну, я думаю, что пока с наплывом обращаемых детей, семей мы справляемся. Никаких ограничений нет. Каждая семья, которая обратится к нам в центр в рамках проекта, получит квалифицированную помощь психолога, юриста, педагога, медицинскую помощь. Всю необходимую помощь мы готовы оказать семьям, обратившимся к нам в рамках проекта в центр. Вопрос о оплате за услуги центра будет возникать у наших зрителей. Это бесплатно делается или? Да, я хочу сказать нашим телезрителям, что услуги, оказываемые в рамках нашего проекта, абсолютно бесплатные. Каждый желающий может обратиться к нам за многоуровневой помощью. И они получат в полном объеме всю необходимую помощь, которую они ждут от нас, от нашего проекта. Хочется поговорить о том телефоне доверия, который существует при центре, на базе центра. Вообще, удивительным образом, знаете, я к чему, к какой мысли вообще пришла? Что это очень современный и такой вот классный способ оказать помощь человеку, который мне нуждается. Неважно, да, ребенок, подросток, взрослый человек. То есть позвонить, не представиться, не сказать свои паспортные данные и в то же время выговориться тому голосу, который тебя слушает на другом конце телефона или мобильного телефона, как сейчас. Это же так здорово. Иногда хочется выговориться именно постороннему человеку, который тебя не видит и не знает, и завтра даже не спросит, зачем ты позвонил. Олеся, вот вы уже много лет занимаетесь этой службой. Да, 13 лет уже. Да, это же здорово. У вас и опыт огроменный какой уже. Во-первых, телефон, я так понимаю, мы сейчас его обязательно покажем на экране, телефон доверия. Он у вас работает круглые сутки. Абсолютно круглые сутки, да, две линии. Поэтому если номер на одной линии занят, вас автоматически переключат на другую линию. Поэтому круглосуточно две линии, два специалиста всегда готовы выслушать, понять, даже просто выслушать. Как, Галин, вы сказали, просто поговорить и уже легче. Тем более, что тебя действительно будут слушать. Если можно, раскроете, но я не думаю, что это секрет, какого рода звонки вам поступают? И, ну вот, по своему ощущению, какая возрастная категория вам звонит в основном? Галин, вы знаете, вот я пытаюсь вывести статистику, потому что, ну, ты смотришь, да, там, примерный возраст обращения. Вот оно как-то плавно переходит из одного в другое, но неизменно становится, наверное, вот уже года два с половиной стабильно возрастная группа до 35 лет. Наверное, эта группа наиболее обеспокоенная жизнью, социальным положением. Тут сказывается и воспитание малолетних детей, и необходимость зарабатывать, обустраивать свою жизнь. То есть это, получается, самая социально обеспокоенная группа, которая находится в наибольшем психоэмоциональном состоянии. И тут и экономические факторы, и социальные факторы, и нагрузка физическая по воспитанию детей. И вот больше всего звонят эти люди, которые говорят, все, я устал, я устала чаще всего, да, я уже ничего не хочу. И, наверное, в их числе мамы, у которых маленькие дети. Мамочки, да, конечно, мамочки, потому что женщины, ну, так складывается наше современное общество, в общем-то, остаются один на один с проблемами детей, с проблемами дома, но при этом еще умудряются и работать. Честь и хвала нашим женщинам. Ну, это безусловно. Но почему-то мне казалось, что это подростки, вот эти вот 13-15-летние подростки, самый такой возраст, когда начинаются эти метания от родителей к школе, к друзьям, ну и дальше мы сейчас не будем говорить. Да, Галин, это само собой, естественно, да, что подростки – это те абоненты, которые становятся постоянными, зависающими. Они могут шутить, звонить, они могут бросать трубку телефона, но в конце концов они все равно выйдут на разговор. Знаете, как подростки, они же не склонны доверять. Поэтому они где-то проверяют взрослых. Если он один раз позвонил с издевками, с другой раз позвонил с издевками, а психолог неизменно отвечает «телефон доверия, я вас слушаю», да, ну и где-то подросток начинает раскрываться, что-то говорит «а вот у моего друга», да, и, ну, понятно, да, что мы говорим о себе, но с позиции третьего лица. Вот, и тогда уже происходит диалог. Поэтому, конечно же, подростки, они всегда остаются самой важной частью аудитории. Как часто звонят дети, подростки с просьбой, ну, вывести их из ситуации, помочь разобраться в ситуации жестокого обращения со стороны родителей? Как не ужасно прозвучит, но это очень частое явление, которое мы стали наблюдать. У нас все-таки ситуация чуть-чуть помягче, и звонков по жестокому обращению поступает очень мало, немного. Но здесь и есть фактор, конечно же, что ребенок не очень доверяет взрослым. Все равно у них есть опасение, что где-то телефон прослеживается, контакт можно проследить. Поэтому обращений по жестокому, по насилию, их мало, этих звонков. В основном все-таки факт насилия выявляется через взрослых лиц, через школу, через соседей, через обращения родственников, которые начинают что-то отслеживать. Но не от самих детей, к сожалению. Все-таки культура защиты, культура безопасности себя, экологичность, обезопасить себя все-таки у нас недостаточно развита. Если на Западе идет перегиб, там нельзя ребенку сказать, помой за собой посуду, то у нас этого недостаточно. Конечно, нужна золотая середина, чтобы детям объяснять, это взрослые должны делать, объясняя детям, что это безопасно заявить о том, что тебе больно, тебе плохо, тебе страшно, ты потерял чувство опоры, чтобы они умели доверять. Конечно, телефон доверия является каким-то связующим звеном, который позволяет говорить об этом. Тем более, что консультант ни в коем случае не будет выпытывать и насильно заставлять. Он, конечно, сделает всевозможные попытки подвести ребенка к необходимости сообщить о себе другим взрослым, что он находится в ситуации опасности. Но мало идут на контакт все-таки. А обращаются ли к вам за помощью, даже в том формате, в котором вы ее оказываете, педагоги? Вот я сегодня, я бы никак не хотела работать в школе, потому что я боюсь детей. Я боюсь современных детей. Я не знаю, что они выкинут на уроки. Ни сколько детей, сколько, наверное, педагоги боятся родителей. Что сделает родитель потом? Вот педагоги обращаются за помощью. Или это как-то не предусмотрено в разговоре с психологом? Не хотелось бы говорить об этом, но я все-таки скажу. Как-то складывается, что педагоги относятся подозрительно к деятельности телефона доверия, воспринимая его как некий орган, который собирает информацию для того, чтобы кого-то наказать. Вот почему-то такое бессознательное. И если сейчас ситуация более-менее улучшается, и более мягкое отношение идет, то в начале работы, это было уже 12 лет назад, мы очень часто сталкивались, я сталкивалась как человек, который являлась лицом телефона доверия, потому что девочки-консультанты работающие, они тоже анонимно работают, чтобы их лица не светились, то я сталкивалась с тем, что, ну, а зачем вам звонить? А для чего? То есть очень-то настороженное отношение было. Ну, знаете, с вами, вообще с людьми вашей профессии, говорить можно бесконечно. Всегда найдется тема, не та, так другая. Ну, очень здорово, что мы сегодня рассказали о новом проекте, который у нас уже несколько месяцев реализуется. Вас услышали, услышат, я надеюсь, увидят, примут к сведению какие-то моменты. Может быть, вот прямо с завтрашнего дня у вас добавится и звонков телефонных на телефон доверия, ну, и обращение в Центр Надежды за, как за островком какой-то помощи, которую еще сегодня можно получить. Спасибо вам большое за эту беседу. Вообще, вы знаете, я всегда думала, что вот к профессиональной помощи психологов обращаются где-то там вот на Западе, и в кинофильмах, и в каких-то там, значит, роликах мы это все наблюдаем. И думаю, а как же хорошо, что мы как-то до сих пор обходились без помощи психологов вот в таком масштабе. Ну, значит, мы не так плохо еще живем и жили, и будем жить. И обязательно будем жить. Спасибо вам и за вашу работу, и за ваше отношение к детям. Я желаю вам от всей души успехов в вашей очень легкой работе. Держитесь, все у нас будет хорошо. Спасибо. Друзья, на сегодня это все. Я прощаюсь с вами. И в заключении хочу еще раз напомнить, что сегодня гостями нашей утренней студии были психологи реабилитационного центра «Надежда» Аминат Аджибекова и Олеся Ахрименко. Прощаюсь с вами. И до свидания. До новых встреч в эфире. Прощаюсь с вами.